Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Захар. И я хотел еще раз обдумать вместе с вами и проанализировать, что же произошло в Натокорске в ночь на 31 декабря 2018 года и затем 1 января 2019 года. В ночь на 31, как мы знаем, примерно в 6 часов утра взорвался, произошел взрыв на третьем этаже в квартире, сдаваемой посуточно. И спустя небольшое количество времени, там около минуты, примерно в этом радиусе, произошло обрушение подъезда. Вот. Погибло 39 человек, по чудесным истечениям обстоятельств был спасен 11-месячный младенец, вот, приехал президент Путин, и в общем, да, трагедия обычная. И я в прошлом ролике посетовал на изношенный жилой фонд, который в чудовищном состоянии, это вообще известно. Однако, 1 января на улице Карла Маркса, недалеко прямо от места взрыва и трагедии, взорвалась «Газель», автомобиль марки «Газель», и там была слышна стрельба, а дальше по плохо подтвержденным, неподтвержденным данным, какие-то издательства выдают это, но официальные лица молчат. Погибло в ходе перестрелки со спецслужбами 3 каких-то человека, и также, согласно вот этим сведениям, посуточную квартиру снял 30 декабря какой-то выходец из Средней Азии. Добавлю, что для тех, кто не знает, что Магнитогорск находится в 100 километрах по прямой от границы с Казахстаном, то есть со Средней Азией. Ну а дальше что? Дальше начинаются догадки. Да, кстати, еще один реальный факт, который видит и может увидеть каждый, любой, любой из нас. Ребята, это не газ точно взорвался абсолютно, потому что, когда взрывается газ, происходит активное горение, мощные языки пламени, копоть мощнейший, нагар, который не скрыть потом. Почему-то на стенах третьего этажа седьмого подъезда дома номер 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске следов нагара и копоти нет. Значит, взорвался не газ. А дальше предположение. Смотрите, Путин у нас наш пострел везде поспел. А что это он так бодро взял и приехал, собрался, бросил все дела и уже с утра ни свет ни заря был в этом, в Магнитогорске. Причем, когда были трагедии в других российских городах, а они пугающе часто происходят, президент чего-то не мотался. Даже перечислять не буду. Тот страшный пожар, когда дети горели в кинотеатре, или бойня в Керчи. Что-то туда ни президент, ни официальные лица не шли. Только какие-то максимум замгубернаторов. А тут сам президент приехал, какого-то мальчика, очень нежно глядя на него, говорил ему вещи какие-то, что боец будешь. Чудесное спасение 11-месячного ребенка, чья семья вся жива. Ну, в общем, очень много театральных, постановочных совершенно моментов. Еще момент. Вот для тех, кто хоть какую-то военную подготовку имеет, скажите, вот вы, допустим, не дай бог, такая сволочь захотели взорвать подъезд. То есть рассмотрим тот подъезд того дома, он в хреновом был состоянии, даже какой-то пенсионер, местный житель постоянно жаловался, что грозит рухнуть. Но вы вот, допустим, негодяй-террористы, вы не знаете, куда вам закладывать взрывчатку. Вы не знаете про этот подъезд. Вы будете точными там вычислениями вычислять и выберете квартиру на третьем этаже? Нет. Вы взорвете с самого низу. Ну, я бы так сделал. Да и любой поганец-террорист так будет делать. А тут взорвана на третьем этаже квартира, следов на горе нет, явно взрывчатка. О чем это говорит? На мой взгляд, один из вариантов, то, что там эти ублюдки готовились и собирали взрывчатые устройства, может, там молились с утреца, еще что-то. Неосторожное обращение собственным взрывным устройством. Бац. Взрыв направленный. Как говорят люди, в доме напротив повыбивало стекла, однако в соседнем подъезде большинство стекол целы. Любопытно. Взрыв был не такой уж сильный. Почему? Потому что, ну, стекла целы. Вот почему. И была пауза между взрывом и падением подъезда. Но это говорит, повторюсь, опять же, о ветхости жилья. Вот такая вот история. И вот дальнейшая перестрелка на улицах Магнитогорска, все это говорит об одном. Несмотря на театр, хайп, который Путин для своей репутации хотел сорвать в этом бедном городе, не стоит забывать, что Путин же нас ввязал в войну в Сирии. И у нас есть совершенно реальные враги. Мы воюющая страна. И давайте внимательнее смотреть, кто входит в наши подъезды, где мы живем. И давайте как-то следить за собой, потому что доверия к правоохранительным органам нет ни малейшего. И если, а скорее всего, это была их спецоперация, вот они ликвидировали, там по некоторым источникам в СМИ три террориста было ликвидировано, одному удалось сбежать. Ну что я могу сказать? Значит, это провальная операция у них. Потому что 39 наших сограждан погибли. И откупаются от них, и тех, кто выжил и получил увечья, откупаются сущими грошами. Миллион рублей за жизнь погибшего человека – это около меньше 14 тысяч долларов. Понимаете, это плевок, это, ну, как дешевая иномарка за жизнь человека. Вот как оценивают нас наши власти. Вот. Что ж, это было чудовищное новогоднее поздравление. У Путина не хватило совести объявить траур. Будут спускать это дело тоже тихо на тормозах. Потому что, на мой взгляд, это все была цепь нелепых совпадений. Террористы хотели взорвать что-то другое или захватить где-нибудь заложников в крупном торговом центре. Ну, тут нелепый взрыв смешал их карты. А дальше прилетел Путин и похайпится на трагедии. И тут они поняли, что это не газ. Стало все ФСБ всех террористов искать. И в итоге вот накрыли всю шайку-лейку. Кто его знает? Они там настолько замазаны и настолько они вот лажаются в своих этих кровавых играх, что, ну, просто для них рассказать правду смерти будет подобно. Ну, что ж, друзья, давайте не забывать, что мы живем в воюющей стране. Давайте смотреть на своих соседей, помнить про правила террористической безопасности. Потому что в этом мы должны полагаться прежде всего на самих себя. И, кроме шуток, наверное, стоит людям как-то объединяться по подъездам, ходить, назначать своего старшего по подъезду. И чтобы этот старший по подъезду свой, не номенклатурный какой-то, а свой. Чтобы он знал, кто где живет, какие квартиры сдаются посуточно. И чтобы без его ведома никто не мог квартиру сдать. Ну, вот как-то так вот, наверное, надо действовать. Вот. Берегите себя. И да, я все равно продолжаю говорить, что дома у нас в чудовищно ветхом состоянии. И, возможно, будь этот дом крепче, более новым, с более крепкой конструкцией, прочной, то, возможно, этот взрыв сгубил бы только того, кто там с этой бомбой возился. Но, опять же, это все пока что лишь наше предположение. А точно я знаю одно. Это был никакой не газ. Не верите, срочно в Ютьюбе набейте взрыв бытового газа в квартире дома. И посмотрите на нагар, который вы там увидите. А потом посмотрите на фотографию этого несчастного дома. Ну, и театр имел место быть. Что ж, приношу всем свои глубокие соболезнования. И лично для меня вот эти вот праздничные дни, это дни, в том числе и траура по жертвам взрыва в Магнитогорске. До свидания, дорогие друзья. Всего вам хорошего. С наступающим Рождеством.